Я выпускник из Теха. Некоторое время работал менеджером российского сообщества. Разник корпорации Intel. Примерно год назад мы начали вот такую вот работу, связанную с DevLab. Как раз с Ренатом и Кириллом, которые сегодня Samsung представляют, мы начинали. В общем, в некотором смысле сегодня будет у вас такой уникальный DevLab. Эта программа, по-моему, только еще один или два раза была показана. Очень интересные сведения будут. Хэштег TizenDevLab. То есть, если вы в Твиттере, во Вконтакте будете писать какое-то свое мнение, то, пожалуйста, указывайте вот такой хэштег. По аналогичному хэштегу, там можно посмотреть мне из предыдущих DevLab. Ну, давайте я буду начинать. У меня сегодня первая презентация. Это введение в платформу Tizen, что это такое. Представьте себе операционную систему, которая, во-первых, легкая, во-вторых, работает на широком спектре устройств, начиная с самых простых, заканчивая самыми сложными, навороченными, ну и, соответственно, масштабируется. В-третьих, поддерживается ведущими производителями электроники, ведущими операторами. Но на самом деле, кроме Tizen, сейчас такой операционной системы нет. Все остальные системы, они либо тяжелые, либо кто-то их не поддерживает, либо они плохо масштабируются. А Tizen – это операционная система, которая обладает открытым исходным кодом, основанная на Linux, поддерживая сразу при разработке, изначально, она поддерживала архитектуру X86 и ARM, ну и ее поддерживают Linux Foundation и ведущие производители, которые образуют Tizen Association. Это группа компаний, которые поддерживают Tizen. В совет директоров входят производители железа, это Intel, Samsung, Huawei и другие, и операторы. Оранж известный, операторы, Скателеком, Vodafone. Какие особенности Tizen? Изначально Tizen, когда… Вот сейчас последняя версия, доступная, актуально, это Tizen 2.2.1. Когда Tizen начинал развиваться, когда был Tizen 1, это была операционная система, всю разработку под которую предлагалось делать с помощью веб-технологий. Ну, вы, наверное, знаете, сейчас такие операционные системы. Это Firefox OS, это WebOS. Ну, и, соответственно, вот эта вот такая историческая часть, она большой вклад оставила в текущем состоянии Tizen. Tizen сейчас обладает высокой уровней совместимости со стандартами HTML5. Можете открыть HTML5.test.com, посмотреть, сколько очков набирает Tizen, сколько очков набирает ваш браузер. Браузер Tizen основан на движке WebKit 2. Но это не только браузер, также на этом же движке основан на WebRuntime Tizen, то есть приложения, которые вы пишете, они могут целиком реализованы быть с помощью веб-компонент. То есть интерфейс можно построить с помощью веб-компонента, и можно с устройством и датчиками взаимодействовать с помощью JavaScript и соответствующих API. Ну, начиная с версии Tizen 2.0, был добавлен нативный API. В основном вот здесь был перенесен опыт Samsung, связанный с операционной системой BAD. Ну, что это позволило сделать? Это позволило использовать стандартные библиотеки нативные. Ну, и поскольку остается высокий уровень совместимости с BAD 2.0, это позволило спортировать большое количество приложений, написанных под BAD. Ну, и кроме того, у Tizen есть магазин приложений. Это такая стандартная вещь, которая сейчас во всех операционных системах, особенно в мобильных устройств, везде есть свой магазин приложений. У Tizen тоже есть свой. Про него потом немножко расскажу еще отдельно. Ну, вот я уже говорил, что Tizen поддерживает широкий спектр устройств. Сейчас наиболее так наглядно развивается Tizen для мобильных устройств. Вот эти вот, вот это, кстати, стоят устройства для разработчиков, они вот все на Tizen основаны. Tizen для мобильных устройств. Кроме того, год назад на выставке был показ для Tizen PC. Ну, что это такое? Это был дистрибутив Linux, который совместим с Tizen API. У него рабочий стол был основан на Gnome 3. Все вполне себе работало. В том числе там работал Chrome, там работал LibreOffice, там же работал Tizen SDK в этом же дистрибутиве. Tizen API – это Tizen для, ну, вообще говоря, для машин. То есть у вас там более навороченная версия автомобильной магнитуры, которая помимо всякого информационного контента еще способна мониторить состояние автомобиля. Это вот как раз платформа Tizen API. Ну, и кроме того, Samsung сейчас активно планирует развивать Tizen для разной бытовой техники, включая Smart TV. Но, а чтобы не остаться голосованным, на самом деле на рынке уже есть несколько устройств, основанные на Tizen. Это вот две камеры Samsung выпустили, NX-300 и NX-30. Ну, и немножко более наглядно Tizen – это Smart Watch от Samsung. То есть это Samsung Gear 2, два справа. И первое – Samsung Gear, Samsung Galaxy Gear. На них уже тоже портировано Tizen. Вот они тут все отлично. Вполне себе работоспособная версия. Да, часики Samsung, тут как раз Ренат с Кириллом, а Samsung у них на руках такие часы. Архитектура Tizen. Ну, я уже говорил, что Tizen LUTK из двух компонент состоит, немножко раздельных – это веб-часть и нативная часть. Соответственно, здесь есть общая база. Это Linux и компоненты, ядра. Ну, а дальше разделение. Web Framework, то есть компоненты, которые позволяют строить интерфейс и работать с датчиками, с устройством для веб-приложений. Аналогичные компоненты для нативных приложений. Но еще можно делать гибридные приложения. Это приложения, которые используют… Обычно это так. Они используют интерфейс, написанный на веб-компонентах, а ядро, серверное ядро, написано как нативное приложение. Что можно сказать про инструменты разработки по Tizen? Ну, основной и главный инструмент разработки – это Tizen SDK. Это инструмент, который поддерживается в Tizen Association. В принципе, там есть все для разработки. То есть это IDE, основанное на Eclipse. Но вот здесь небольшой комментарий, почему на Eclipse. Ну, потому что это IDE, которая проще всего подвергается различным модификациям. Там просто были написаны патогены, которые позволяют ее использовать с Tizen. Есть разные инструменты разработки, документация, примеры. Tizen SDK работает под Windows XP 7. В принципе, он работает под 8. Там есть некоторая магия, которую нужно сделать, чтобы она запустилась. Но она работает под 8, под Ubuntu и под Mac. И вот есть образ Tizen SDK, который можно загрузить, записать на флешку. Например, с флешки загрузиться, посмотреть, как это работает. Но я надеюсь, что у вас Tizen SDK у всех стоит уже, потому что он пригодится, когда будет у нас фактическая часть. Ну и дальше инструменты от партнеров, которые я немножко подробнее расскажу. Есть много инструментов, которые нацелены на разработку веб-приложений с использованием HTML5. Ну, я не буду подробно на всех останавливаться. Здесь в основном кросс-платформе инструменты, которые позволяют создавать HTML5-приложения под Android, под iOS, а теперь еще и под Tizen. Аналогично кросс-платформе инструменты для разработки нативных приложений. Вот, например, очень популярный инструмент это Marmalade, который позволяет быстро создавать довольно качественное приложение, использоваться там ведущими производителями приложений, включая Samsung, включая EA Games. Ну и для разработки игр специальные какие-то спреймворки. Ну вот, например, Havoc. Мобильная версия Havoc, это Project Energy, тоже уже портирован в Баттайзе. Ну и кроме того, некоторые инструменты от партнеров, они связаны с публикацией. То есть, вообще говоря, все разработчики, они заинтересованы в том, чтобы приложения были как-то известны потенциальным потребителям, как-то распространялись. Ну вот, есть таких два фреймворка, которые активно сотрудничают с Tizen. Это Upbreaker и Unity Games. Ну вот здесь Unity Games, это нужно понимать, что Unity наиболее известна, как игровый движок, Unity 3D. Который, кстати, тоже вполне успешная работа с Tizen. У нас когда был DevLat в Новосибирске, там ребята запилили небольшую игрушку на Unity 3D. А Unity Games это подразделение Unity, которое занимается публикацией. Ну вот, как разработчик, вас должно интересовать, как можно какую-то прибыль получать с помощью Tizen. Ну, основная прибыль, конечно, будет из Tizen Store, это магазин приложений, который сейчас уже доступен для публикации своих приложений. Соответственно, он будет предустановлен на все мобильные устройства с Tizen. Но там есть несколько достоинств по сравнению со стандартным магазином приложений. Во-первых, это быстрая валидация. Ну, обычно она занимает где-то 3 дня. Это довольно быстро, если у вас есть другие магазины приложений. И также, ну да, вы знаете, да, что когда вы продаете свое приложение в магазине, то какую-то часть забирает в магазин, все остальное получаете вы. Но вот в данном случае разработчик получает 70%, это довольно много. Ну, и там сейчас бесплатная регистрация, так что нет смысла там зарегистрироваться. Хотя бы на всякий случай, но это недолго. Ну, кроме того, конкурс приложений Хакатоны. Я думаю, про конкурсы вам сегодня ребята из Samsung еще расскажут. Какие-то новости о Хакатоне мы время от времени проводим. Провели уже в нескольких городах. Это Москва, Питер, Новосибирск, Нижний Новгород, Питонзаводск. Там были всякие разные призы. Там тоже можно что-то выиграть. О ресурсах, связанных с Tizen. Ну, основной сайт – это Tizen.org, сайт, который поддерживается Linux Foundation. Что там есть? Ну, во-первых, сам Tizen.org – это в основном новостной сайт, какая-то информация о мероприятиях, о новостях других. Это Tizen.org. Как разработчиков вас должен больше интересовать девелопер Tizen.org. Это форумы, это документация. Также можно загрузить Tizen SDK. Если есть какие-то вопросы по разработке, то обязательно нужно идти на форумы туда. Там выключают. Это также новости, связанные с разработкой, новости для разработчиков. Я говорю, что Tizen обладает открытым исходным кодом. Исходный код можно посмотреть на сайте Source Tizen.org, посмотреть, скачать, попробовать сбилить. И баг-трекер – это Bugs Tizen.org. Если какие-то ошибки заметили, то можно написать туда. Ну и немножко о других ресурсах. То есть еще ресурсы, связанные с Tizen.org. Это WikiTizen.org. Wiki-страниц, которые могут редактироваться участникам сообщества. И вот такая длинная ссылка. Это что это такое? Это программа для разработчиков. То есть, если вам понадобилось какое-то устройство для разработчиков, либо мобильное, либо TizenIvy там появлялись, то можно оставить заявку там. Если людям, которые этим занимаются, понравится то, что вы делаете, они пришлют вам в устройство. В общем-то, такие устройства уже рассылались. Сайты для разработчиков. Это на сайте Samsung.samsung.devелоперс. Вот ссылка на сайте Intel.intern.devелоперзон. Инструменты для разработчиков. Веб-симулятор. Ну, он доступен онлайн. Это такой же симулятор, который находится в Tizen SDK. И Remote Test Lab на сайте Samsung – это инструмент, который позволяет через браузер поработать с реальными устройствами на Tizen. Ну, вот информация на русском. Во-первых, HubR HubR – это Hub Tizen. Там анонсы всех больших мероприятий интересных. Там технические статьи. То есть, туда обязательно нет смысла заглядывать, если вы интересуетесь в Tizen. Группа, которая поддерживает Ренат и Кирилл из Samsung – это ВКонтакте, Facebook, Google+, ну, и вот аккаунт в Твиттере, который я поддерживаю. Подписывайтесь, следите за новостями. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Если какие-то общие вопросы есть, я сейчас буду отвечать. Я имею в виду, что TizenOS присутствует с теми реального времени. Да. Нет. РТОС есть отдельная такая модификация, которая является. Тайзен – нет. Ну, РТОС тоже основан на платформе Tizen. Я думаю, Ренат лучше стоит на этот вопрос. Прямо сейчас надо. Чего-чего вопрос. Веряется ли TizenOS в режиме реального времени? Нет. А что за реал-тайм ОС? Они у них всех не так много, и смыслов вообще. Надеюсь, можно будет потом презентацию где-нибудь получить, чтобы… Презентацию. Презентацию.